всем привет друзья на канале строим дом своими руками мы почти закончили второй этаж нам осталось уже мелочи прям доделать их мы скоро переезжаем комнату на втором этаже и освобождаем уже под кухню в первый этаж там мы начинаем штукатурные работы что нам осталось пристрелять там пленки второе утеплить наш потолок помыть окна и пропылесосить все и мы можем уже переносить кровати отсюда и собственно говоря начинать штукатурку первого этажа ребят сегодня давайте сделаем одно очень важное дело это утепление кровли по ходу движения моей работы пожалуйста советуйте где правильно где нет может быть кто-то уже делал я делаю это по интуиции как я это вижу конечно же соблюдая все правила эксплуатации материалов по все по инструкции что ребята нам заехал утеплитель это очень радует он уже сзади меня вы наверное сюда как-то друзья пользуясь случаем пока я занят этой работой я бы хотел вам выразить огромную благодарность за все что что вы делаете для нашего канала за ваши отзывы за ваши комментарии за ваши лайки за ваши подписки ну за всю вашу активность ни для кого не секрет что не было бы вас не было бы канала спасибо вам большое хочу сказать что именно этим вы даете мне огромную мотивацию для дальнейшей работы я надеюсь концу этого лета мы с вами дойдем до первого круглого числа в подписчиках это будет просто первый праздник первое достижение нашего с вами канала друзья мы с вами на кровле короче я скучковал все доски кучу чтобы открыли все щели и вот такие щелки открылись я понял что я не хочу закрывать потому что в них не провалишься смысл от закрывания никакого совершенно многие даже не делают ничего не подшивают контур обрешетку только для того чтобы держать мин вата поэтому ничего критического я здесь не вижу и я начинаю в общем рекламу не буду говорить что за материал скажу только что это минеральная вата и мы начинаем закрывать наши щели по поводу одежды ребят может неправильная форма одежды но я пробовал одевать комбез здесь вообще раздеться охота такая духа тастая такая жара это кровля сейчас на улице где-то 28 градусов поэтому буду так работать потом буду мыться мылом чесаться все нормально поехали без маски делать нечего в работе над потолком я бы отметил основные моменты друзья старайтесь делать все аккуратно и тогда у вас все получится короче дальше мы перебьем брусов перпендикулярно и уложим туда еще также утеплитель а тем временем ребятушки вот так все произошло это в два слоя но нам надо в 4 но это позже а сейчас пока это вот так это одна комната для того чтобы наш потолок клеить я конечно забегаю вперед но я купил вот такую техно николевскую ленту соединительную акриловую она клеит блин мне кажется если я на пол часа и и положу из двух сторон раскрою к ней приклеится таракан или мыши не сможет убежать потому что он так так крепко хватает я купил еще одну ленту она лежит в машине я вам покажу и позже попробуем ее тоже но она попроще она и подешевле чуть-чуть да ребят еще хотел сказать я свое время был ярым противником огорода а сейчас просто зашел туда сорвал вот такую вот штуку и подумал что блин вот если это покупал бы даже в магазине наверное бы я отдал рублей ну 100 это как минимум мне кажется побольше а это вкуснятина растет нас на огороде экологически чистая и ну классная это как бы не самое главное там еще много виктории гороха баклажаны помидоры огурцы блин занимает честно говоря у моей супруги очень много времени но тем не менее прикольная штученция мне понравилось наверное огород у нас теперь приживется я думаю ладно все надо покушать уже и работать начинать первым делом чего мы с вами начнем сейчас это мы обработаем огнебиозащитой все места примыкания то есть у нас уже эти все доски конечно же пропыленные хорошенько я хочу на разок еще пройти места прикосновения нашей пароизоляции блоков второй момент о котором хочу сказать интересно я сегодня купил пленку не буду даже говорить производителя потому что я на него очень огорчен эту пленку я делаю временно то есть мы хотим заехать в эту комнату я не стал покупать дорогие пленки я взял 35 квадратных метров вопрос могу ли я оставить эту пленку в дальнейшем и сверху пристрелять уже нормальную потому что я бы не хотел ее отрывать еще даже специально сделаю знаете как я сейчас акриловую ленту прям по самому-самому верху прокину чтобы мне можно было потом дальнейшем нормальную пленку опустить еще допустим на 5 сантиметров и уже там проклеить акрил ну то есть по максимуму нашего потолка а вы посоветуете нормально ли это или мне придется все это там снимать так почему огорчен сегодня купил упаковку повскрывая написано что инструкция по установке находится внутри открываю упаковку никакой инструкции нет подумал так интуитивно уже в голове что скорее всего картинка должна быть видна отсюда ну по логике начнем с того что сейчас снимем лампочки и пропылим все стойки конечно многие советуют даже не напрягаться по поводу биозащиты но почему-то мне кажется что я буду спать немножечко спокойнее когда буду уверен что все балки у меня обработаны огнебиозащитой просто посмотрите какой вид у нас открывается из нашего будущего окна но по моему все прикольно не знаю мне нравится есть такое выражение было бы счастье да несчастье помогло никогда властям не интересна была эта трава и так далее здесь все зарастало бурьяном но так как в этом году произошел полевой пожар у нас теперь трактор стал опахивать поле даже вдоль дороги все и мне это очень нравится потому что мне косить приходится только вот эту полянку до дороги все остальное обрабатывают сельским трактором прикольно по моему и вот еще что самое классное утром встаешь и вот здесь всегда солнце в это окно то есть наша комната она будет такая солнечная по утрам не знаю мне мне нравится на самом деле мне нравится так друзья приступаем к работе сейчас я пробегу весь периметр и приклею вот эту технониколевскую акриловую ленту приклеивать я буду ее пока с одной стороны только вторую мы будем отрывать при уже приклеивание самого материала после акриловой ленты я сниму фонари надо успевать это пока не наступила темнота у нас на районе надо делать это быстрее кстати ребят есть видосик будут по ссылочке правую сигнализацию посмотрите вам понравится для тех кто пришел на канал первый раз сегодня я бы посоветовал посмотреть видео по штукатурке этого дома от начала и до конца для этого специально я создал целый плейлист вот акриловая лента знаете на что похоже когда момент клей нальешь себе на руку и вот пройдет буквально там минута и вы вот так делаете руками и вот скатываете в такой комочек это лента акрилова она именно такая пристает очень хорошо сейчас вторую мы еще попробуем с вами я уже сдам свой вердикт стоит ли технониколь или можно сэкономить там экономим самом деле там 100 рублей но тем не менее вторая лента которая купила она дешевле на 100 рублей но она на 5 миллиметров хуже называется изобонт сейчас мы конечно на стене попробуем все поймем то есть она уже не прозрачная такая она уже идет как пленочка но по факту она выполняет те же функции по ощущениям примерно тоже но плотнее так конечно нам не понравилось никакой рекламы но она пора так сейчас это доклеиваю и начинаем с вами снимать фонари и пристреливать материал и накладываем уже изобонт и смотрим как изобонтишка себя ведет ну честно говоря пока неплохо в всяком случае к стене она клеится короче вот эта штука мне не очень нравится реально вот даже технониколь когда отрываешь она и прям такими но она рвется как я говорю как 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 жидкое что-то а эта штука она как двусторонний скотч только тоньше поэтому друзья ну лучше 100 рублей переплатить на технониколь всяком случае я переплачу и куплю еще технониколе на каждой комнате мне это больше понравилось снимаем все светильнички и начинаем пристреливать материал я принял такое решение по дороге я считаю она правильно вот там у меня выходящий провод конечно это совершенно бесполезная вещь и в этой нет никакой необходимости но все-таки я заведу его в гофру до серединки и здесь уже гофры выпущен металлической гофрой короче оказывается инструкция лежит на полутора метрах материала я об этом не знал я думал что он сразу в целлофане начинаю его раскручивать и тут выпадывает замечательная вот такая картинка в которой мы читаем что наш изоспан б б применяется в качестве пара барьера в конструкциях каркасных стен утепленных кровель и перекрытий 10 вопрос 100 тысяч даже изоспан б картинкой должен идти тут можно и позвонить короче этот изоспан я открыл из него выборилась эта инструкция я ее всю перечитал интуитивно головой я понимаю что картинкой ко мне нигде не написано картинки которые нарисованы в этой инструкции они говорят о том что вроде как картинкой вверх вниз смотреть на землю до которая внутри мне тоже кажется что логично что я картинку должен видеть во первых это реклама во вторых на ней пунктирная линия все понял ну все спасибо большое ну логично интуитивно так и кажется это правда 2000 ваш друзья я позвонил на человеку который занимается конкретно этими пара пленками всякими разными он сказал что конечно и я даже спорить не буду и скорее всего я конечно же его выброшу если вы не посоветуете оставить его под второй пленкой конечно для такой работы я посоветовал бы вам пригласить какого-нибудь друга напарника помощника потому что одному раскатывать пленку крайне неудобно ну классно же ребята материал не тот но классно потом заменим материал и станет вообще круто просто а сейчас пока классно потом будет круто сначала классно потом круто всегда надо так делать потому что сразу сильно хорошо это плохо вы знаете же пара пленки но на Друзья, давайте немножко отдохнем И посмотрим небольшой рекламный выпуск Который я снял специально для вас И я думаю, что это будет та самая реклама, которая вам понравится Немножко шумновато, не правда ли? Первое, что хочу сказать, классное, ребят Посмотрите, какие перчатки подарила мне жена Они помогают на пасеке, ну и, наверное, в стройке могли бы тоже помочь Но они очень дорогие Я хочу вам похвастаться одним замечательным делом Так, дорогая, держи, я сегодня с женой С женой Мы приехали сегодня на пасеку И у нас сегодня первая качка, которая... Сегодня кое-нас август Я вам покажу самую-самую-самую вкуснятину Так, давайте начнем прям вот с вот этого, крайнего Крайней рамочки Так, пчелок мы аккуратненько возвращаем обратно И посмотрите, вот если пчелы начали... Так, сюда смотри Начинающий пчеловод, если ты, ну, начинающий строитель Если ты хочешь заработать на свою стройку Открывай пасеку и знай самое главное Чтобы качать мед, надо, чтобы пчелки начали его печатать Как только они начинают печатать, знай, что ты попал вовремя на качку Если они не печатают, не надо качать мед Если они все запечатали, значит, и ты уже пропустил время Все, смотрите, какая вкуснятина Вот они даже белить уже начинают И в этот момент можно понять, что... Слушай, у меня прям слюна течет, а Сейчас надо это, немножко... Немножко надо сейчас ложкой отковырнуть сюда Так, друзья, если кому прям рамкой отправить без проблем Прям пишите, я могу прям с пчелами вот так прислать Но пока мы их уберем Так, чтобы у нас пчелки немножко успокоились Мы даем им вот так, даем им покурить Кстати, пчел мы курим только исключительно как-то пихтовая кораль, сосновая Она немножко забивает дымарь, но запах от нее приятный Не то, что от гнилушек и всякой другой гадости Ребят, если хотите узнать более подробную информацию о пчеловодстве О всяких нюансах, о наших приколах, которые мы тут делаем с пацанами Вот по этой ссылке переходите прямо на мой канал Где я выкладываю иногда ролики про пчеловодство Там же есть ссылка на наш сайт, в котором можно заказать мед Так, ну все, реклама закончена, возвращаемся на стройку Самое-то главное, смотрите, какая тема Купил два скотча Вот этот скотч был крутейшей компанией Момент Стоит 400 рублей за 25 метров И девушки из простого строительного магазина Говорят такие, а есть еще у нас вариант дешманский Даже не знаю, что это за фирма И даже не буду рекламировать Но что я хочу сказать Он для наших целей То есть вот для вот таких проклеиваний по стене Он оказался просто отличный И он стоит 100 рублей Правда 10 метров, 100 рублей То есть получается 250 рублей стоил бы 25 метровый рулон Но я, короче, им делаю Хочу сказать, что скорее всего я, наверное, даже буду тот не трогать А докуплю лучше таких рулонов и протяну все до конца Уже вот таким скотчем То есть сейчас сколько есть я протяну Остальное буду, наверное, позже Я думаю, многие постоянные зрители уже заметили Насколько я уставший сейчас в кадре Я не знаю почему, но любая работа на своей стройке Приносят мне колоссальное удовольствие Я думаю, и для вас это должно быть так же, если вы самостройщики Друзьяшки, ну это вот так и получилось Вы видели, что мы сделали наверху Там, кстати, наверху еще будет у нас брусок перпендикулярно уложен И в нем будет еще три слоя минеральной ваты И я хочу утеплять потолки 250 минералками То есть 200, я считаю, мало для нашего сибирского региона Сверху будет 250 Сейчас вот на этой картинке вы видите, как я планирую сделать Ну то есть как у нас будет выглядеть сам пирог нашего потолка Здесь пока временный заспан Потом будет что-то серьезное, что-то хорошее Я не буду говорить фирму Я просто скажу где-то от 5000 за рулон Рулон 70 квадратов Кстати, заметил, при всей своей, казалось бы, аккуратности Как я вроде как делаю, да? Я понимаю тех людей, у которых протекает кровля Потому что вот немножко ты накосячишь И сразу все идет не так Сразу все идет криво и неровно Помните, я говорил, что мне двери перепадут? Они мне все-таки перепали Хочет, правда, все их не увидим Но... Нифига себе! Видели, что творится? Это жесть! Это просто... Это что за страшный тайфун уходит на Монголию? Это похоже сейчас все туманом затянет Это к хорошей или к плохой погоде? Я даже не знаю Прикольно Ребят, ну на самом деле жить в деревне Это просто удовольствие Когда ты выходишь на огород Я вам сегодня уже показывал видосик Перед... Ну, когда я обедал Так выходишь, смотрите, какой чистейший огородик, да? Ну, правую часть не смотрите Там у нас ничего не растет пока Это просто заходишь, берешь редиска Берешь там помидорка, огурец Вообще кайф Поэтому свой дом всем советую Всем рекомендую Так, ребят, ну все Давайте вечер Пора уже мыться Да спать ложиться завтра на работу Поэтому всем пока До скорых встреч И увидимся в следующем видео Все Я очень рад, что вы смотрели Ставьте лайки Комментируйте И пишите мне свои мысли Пока Ребята, вот он тот самый скотч О котором мы говорили Мы не закончим это никогда Но я бы очень хотел уже Приблизиться к этому завершению Мы наконец-то переехали Мы сделали это И у меня просто восторг И настроение Просто огонь Ну, в общем, переходим И к следующей процедуре Она называется Герметизация периметра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok